Вопрос. Долго занимаемся, результата нет. Что делать? Здесь речь идет о спортсменах от, я бы сказал, 7 лет, которые занимаются уже года 3. У которых уже, по идее, должны быть какие-то сдвиги и осязаемые результаты. Здесь есть несколько моментов, о которых хочется сказать. Первое. Спортсмену скучно. Второе. Спортсмену страшно. Третье. Спортсмен не достиг взаимопонимания с тренером или потерял взаимопонимание с тренером. Четвертое. Тренер не понимает, что делать с этим спортсменом дальше или не понимает, что делать в принципе. И четвертое. Пятое. Это спортсмен достиг потолка. Значит, пройдемся по пунктам. Первое. Спортсмену скучно. Ну, конечно, бывают дети, для которых фигурное катание это вообще не их. Но, по идее, тренер, конечно, должен принять какое-то участие в процессе и сделать так, чтобы было ребенку интересно. Если ребенок занимается больше двух лет и ему все равно скучно, ну, это не лечится. Значит, это просто не ваш вид спорта и попробуйте себя где-то в другом месте. Второе. Ребенку страшно. Тоже очень сложная тема. Потому что, как я уже говорил раньше, дети иногда боятся многооборотных прыжков. Но это уже в более зрелом возрасте. Опять же, это лечится определенными тренажерами и упражнениями. Боязнь многооборотных прыжков. В принципе, когда страшно, подойдите к тренеру, обсудите. Есть определенные техники и упражнения. Нужно понять, что именно ему страшно делать. И как-то на это повлиять и помочь ему избавиться от этого страха. Третье. Нет взаимопонимания с тренером. Или пропало взаимопонимание с тренером. Ну, бывает и такое. Здесь должна быть тоже какая-то причина, почему пропало. И это подводит нас к четвертому пункту. Иногда взаимопонимание с тренером пропадает. Когда тренер понимает, что ребенок достиг своего потолка. Своих физических возможностей и психологических. Да, и есть тренеры, которым хочется больше. И им просто неинтересно работать с детьми, которые достигли своего потолка. Тогда вам стоит обсудить это с тренером. И, может быть, в рамках той школы, в которой вы занимаетесь, поменять тренера. Потому что бывают тренеры попроще. Они требуют поменьше. И, в общем-то, дают упражнения попроще. Обсудить это с тренером. И дети, которые достигли своего потолка. Это не значит, что у него пропадет прогресс. Это значит, что его прогресс очень сильно замедлится. И это будет требовать от тренера огромных усилий, чтобы продолжать двигать этого ребенка в развитии. Все дальше и дальше. Тренер не понимает, что он делает. Бывает и такое. Ну, как спортсмены достигают своего потолка, так же бывает, что и тренеры тоже достигают своего потолка. И, доведя спортсмена до определенного уровня, они немножко тоже уже перестают понимать, что они делают и что делать дальше с этим спортсменом. Здесь главное, чтобы тренер был честен самим с собой. И, наверное, если у него нет больше интуиции по поводу того, что делать с этим спортсменом, надо этого спортсмена кому-нибудь, возможно, передать. У кого есть понимание о том, что делать дальше. Еще один момент, который мы все время говорим о тренере. Как выбрать правильного тренера? Что я вам скажу? У вас в моем понимании правильный критерий оценки тренера. У вас не должно быть все ровно с тренером. Процесс обучения, процесс спортивной тренировки – это всегда определенное напряжение, которое должен создавать тренер. Тренер должен потихонечку надавливать на спортсмена и выдавливать из него результат. Результат не выпрашивается, результат выдавливается. Поэтому, если у вас все розово и хорошо, и гладко, и улыбочки с тренером, у вас это должно вызывать определенные вопросы. Потому что, если у вас все хорошо с тренером, и тренер вас постоянно только хвалит, скорее всего, он просто зарабатывает ваши деньги и хочет побольше потянуть время нахождения с вашим ребенком. А еще раз скажу, с тренером не должно быть все ровно. У вас, у спортсмена должны быть определенные напряги с тренером, потому что работа тренера – оказывать определенное давление. На ребенка это и есть спортивная тренировка. Когда мы создаем ситуации, в которых мы выходим из зоны комфорта, мы выводим их из зоны комфорта. И когда мы выходим из своей зоны комфорта, мы становимся сильнее, быстрее, выше и мастеровитее. Поэтому, когда все ровно с тренером, это неправильно. С тренером должны быть напряги. И периодически, когда у вас постоянные напряги с тренером, это тоже не есть хорошо. Да, потому что наше развитие в напряжении. Если нет конфликта, нет развития, нет роста. Вот, поэтому здесь помните об этом. И смотрите по сторонам, выбирайте себе правильного тренера. И разбирайтесь в причинах, почему нет результата, опять же, с тренером.